Бывший наемник батальона «Заря», который воевал в составе террористов ЛНР под руководством Беглагоэкс-главаря Псевдореспублики, признался, что в начале боевых действий на Донбассе в 2014 году боевики преднамеренно обстреливали мирное население. Об этом свидетельствует признание террориста, которого новое руководство ЛНР задержало под видом украинского диверсанта, пишет на своей странице в Facebook-блогере журналист Денис Казанский. Прошло три года, и теперь сами ЛНРовцы не скрывают, что Луганск летом 2014 года действительно обстреливали боевики из батальона «Заря». Как только плод Ницкого слили, вскрылась и страшная правда. Теперь называют уже имена и позывные тех людей, которые устраивали эти обстрелы. Видеозапись с признанием одного из боевиков выложена на канале МГБ ЛНР, пишет журналист. Казанский отмечает, что теперь плод Ницкого и его людей называют украинскими диверсантами, но это полная чушь, которую не стоит воспринимать всерьез. Иначе получается, что Россия сама своими руками поставила во главе ЛНР украинского агента и три года его там держала. И убежал украинский агент в конце почему-то не в Украину, а в Россию, с которой Украина воюет. Кстати, интересно, а Казицын, который обстреливал мирных жителей в поселке Белое, и сам снимал это на видео, тоже украинский агент, что-то не слышал ничего по этому поводу, пишет журналист. Казанский указывает, что теперь кровавые тайны 2014 года предсказуемо всплыли на поверхность, и отменить эти признания будет уже невозможно. Члены ЛНР сами признались в своих военных преступлениях и сами предали их огласки. Пересмотрите страшные видео лето 2014 года. Особенно те, кто говорил тогда, что ополченцы не могут обстреливать сами себя, добавил Казанский. Также журналист разместил видеоблог на эту тему, в котором есть признание сослуживцев Плотницкого, ссылка в описании под видео.